Отвага и мужество двигаться на новый уровень. Жизнь двигается. Это я разговаривал с одной семейной парой. Они говорят, пастор Генри, у нас был первый ребенок. И мы хотим рожать второго. Но мы ждем обстоятельства. Но мы ждем слушных обстоятельств. Когда пандемия закончится. Потому что мы хотим родить ее в хорошие условия. И вот они ждали 2-3-4 года. И вот они ждали 2-3 года. А тут война началась. Они сказали, мы еще на 2 года отложили. Я говорю, вот к тому времени. Он уже был в первом классе. Он был бы уже в первом классе. Пандемия пришла. Война пришла. Война пришла. А жизнь твоя не остановилась. Клитки отпадают. Морщины умножаются. Я ни на кого не смотрел в это время. Зморщики умножаются. Я же отвернулся. Я на него смотрел. У него нет. Жизнь двигается. Рухается. Война. Пандемия. После войны что-то еще придет. И что-то еще. И снова еще. И до конца твоей жизни каждый раз. Кожного разу. Что-то еще будет. Что-то еще будет. Поэтому. Тому. Научись. Научись. Держать курс. Тримати курс. Твоей жизни. У твоей жизни. Вопреки. Супереч. Вот. Он правильно перевел. Вопреки. Супереч. Він правильно переклав. Супереч. Поэтому никогда нельзя ждать. Тому никогда не можно ждать. Когда появятся обстоятельства. Когда появятся обстоятельства. Пастор Генри. Пастор Генри. Я не смеюсь. Я не смеюсь. Не улыбаюсь. Не усмехаюсь. Боже меня обидел. Человек меня образил. Хорошо. А когда ты начнешь улыбаться? А когда он поймет? Когда он поймет. Хорошо. Доброе. А сейчас где он? А сейчас где он? Ну командировку на 5 лет. Ну его в отряджение на 5 лет отправили. Ну вот. И ты не улыбаешься 5 лет. И ты не усмехаешься 5 лет. А жизнь не двигается. А життя рухается. А твое лицо подумает. А твое обличчо подумает. Время улыбки закончилось. Час для усмешок закончилось. И оно переделивается как-то. И оно как-то там иначе встает. Чтобы закрывать улыбку. Чтобы уже закрывать усмешку. К чему я говорю? До чего это я? Война. Война. Пандемия. Пандемия. Защищаемся. Захищаемся. Лечимся. Лікуемся. И воюем. Воюем. Но жизнь продолжается. Когда наступит день. Когда все мирно. Быстрее всего. Швидше за все. Тебе будет 90 лет. Тебе уже будет 90 лет. Жизнь двигается. Життя рухается. Я не планировал этого сказать. Потому что он живет. Но я хочу, чтобы вы поняли. Жизнь двигается. Життя рухается. Служение двигается. Служение двигается. Работа двигается. Работа двигается. Бизнес двигается. Все двигается. Все двигается. Если ждать, когда будут слушанные часы, они никогда не прийдут. Это самый быстрый метод быть похоронен. Поэтому сейчас верни свои планы, верни стремление, верни все, к чему ты ишел, и двигайся дальше. Кто-нибудь скажет аминь, но мы сегодня говорим об отваге и мужестве, рухаться на новый уровень. Мы говорили прошлый раз, я не буду повторять, Божий метод, чтобы мы выполнили его предназначение, чтобы мы выполнили его предназначение. И мы достигли своей мечты, и мы выполнили свое призвание. И мы выполнили свое покликание. Потребно вчитесь двигаться, двигаться, с одного уровня на другой. Если не умеешь двигаться с уровня одного на другой, ты никогда в жизни не будешь победителем. Я вчера слушал две книги. Вы так не делаете, у меня, вы понимаете, как? Я как ненормальный. Вы так не делаете, а вот я по-своему. Одна книга мне скучна, мне нужно две параллели. Одна книга мне нудно, поэтому мне нужно две. И я слушал одну книгу, даже сегодня еще, в машине, когда я езжу. Не люблю я праздно время проводить в машине. Я не люблю от вільно проводить час за кермом. Праздно – это не вільно, это марно. Безкорисно проводить час за кермом. Вот поэтому я... Марно, марно, марно проводить час. Вот, поэтому я ехал, но мне понравился пример. Но мне понравился пример. Один человек. Он участвовал в марафонскому бегу. Но марафонский бег называется, чтобы до того, как останется один. Они бежать до того момента, пока не лишится один. И поэтому они начали бегать. Бегать. Прошел час. Минулась час. Десять. Пятнадцть. Двадцать. Двадцать. И когда осталось 30 часов, когда прошли 30 часов, осталось двое бегуни. Это называется 30 часов без остановки, кроме выпить воду и немного еды, и они бегают, а этот, который победил, он победил на 39-м часу, он победил на 39-м часу, а потом еще 18-м часа, еще 15-м часа, и он говорит, его оппонент хороший бегун, он говорит, но он был крепче в разуме, но слабее в теле, то есть умственно он выдерживал все боли и бегал дальше, но его тело отключилось на ходу, и он просто потерял сознание и упал, а он говорит, а я почувствовал, а он говорит, а я почувствовал, моё тело еще живое, умственно я выдерживаю, и так победил этот бег, а ему задали вопрос, ему поставили запитание, а у них есть такая фраза, обезьянный ум, я не знаю, как это правильно, у них есть такая фраза, мав пьячий розум, то есть это розум, который бегает все время, как ваш, например, то это розум, который такой, сюда, туда-сюда бегает, и ему задали вопрос, ему поставили запитание, а как ты успокоил свой этот обезьянный разум, а как ты заспокоил свой цей мав пьячий розум, он говорит, очень просто, он говорит, я только концентрировал, он говорит, я только концентрировал, на один шаг, на одному крокове, только, и все, больше ни о чем не думал, только про это думал, больше не про это. Максимум я перестал думать об одном шаге, максимум я перестал думать про кроки, уже почти в конце. А так, он думал только об одном. Наступный крок. И следующий шаг. И наступный крок. И так сутки бегал. И потом 38 часов. И потом суммарно 38 годин. То есть, как он это сделал? Тобто, как он это сделал? Шаг. Крок. За шагом. За шагом. За шагом. За шагом. За шагом. Это другого пути нет. Накшого шляха нет. Когда Бог создал человека, Он дал ему способность ходить. Чтобы он перемещался с места на место. А как он это делает? Шаг. Крок. Шаг. Крок. Шаг. Крок. Шаг. Крок. Птичка. Пташка. Мах. Вона мах. 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 Но все создано. Але все створене. Учиться двигаться с одного шага на другой. Чтобы научиться рухаться с одного кроку на другой. Это Божий метод. Это Божий метод. Удивительно. Дивовижно. Если бы мне сказали. Як бы мне сказали. Что есть личность. Что есть личность. Которая создала небо и землю. Я бы сказал. Ух ты. Я бы сказал. Вау. А потом мне бы сказали. А потім мне бы сказали. А он написал книгу. А он написал книгу. Я бы его нашел эту книгу. Я бы нашел эту книгу. Читал и читал. Миллион раз читал. Читал бы миллион разов. И то и другое мне сообщили. И то и другое мне сообщили. Кто-то создал небо и землю. Кто-то создал небо и землю. Уау. Вау. И он написал книгу. И он написал книгу. Все. Все остальные книги. Все иншие книги. меня не так цікавят. И я достал его книгу. Без его книги на этой земле, которую он создал, тебе будет сложно читать книгу того, кто сотворил небо и землю. Это самое мудрое, что ты можешь сделать. Потому что все остальные книги они покрываются. У нас в Украине, напевно, и в России тоже есть понятие матрешка. Так и называется. Не иди за большинством на зло. Они говорят матрешка, я сомневаюсь. Все, тогда иди за ними на добро. Хорошо. Матрешка. Обычно это используется, знаете, как Советский Союз. Матрешка большая. Это большая мама. Внутри еще мама. В середине еще мама. Как Советский Союз. Страна. Внутри которой еще матрешки. Но страны. Но все страны. И Украина там была. И Украина там тоже была. И Молдова там была. Там Молдова была. Грузия. Грузия. И теперь, когда эти большие матрешки отошел. И теперь, когда большая матрешка отошла. На обед. На обед. А эти маленькие матрешки. А эти маленькие лишились. Почувствовали свободу. Они чувствовали свободу. И сказали, госпожа Божья матрешка, до свидания. Сказали, пані матрешка, до побачения. Мы сами. Ну, не в этом деле. Але не в цьому справа. Главная идея. Найголовнейшая. Все остальные книги. Все остальные книги. Не могут. Не могут. Быть выше. Быть высшими. Главная книга. За головную книгу. Это главная. Это главная книга. А все остальное. А все остальное. Должно. Мое поддержать. Поддержать. Восполнять. И надолужить. Помогать мне понять. Главную книгу. Головную книгу. Которую написав. Яку написав. Творец. Кто-нибудь скажите аминь. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Хорошо. Вот получается вот так. Ось виходит ось так. Второе Коринфянам 3.18. Другое до Коринфянам 3.18. Мы же все открытым лицем. Мы же открытым лицем. Мы же открытым обличчем. Как в зеркале взирая на славу Господню. Как у дзеркала дивимось всі на славу Господню. Преображаемся. Мы набываем нового вигляду. Преображаемся в тот же образ от славы в славу. Змінюемся в тот же образ от славы на славу. Как от Господнего Духа. Как от Духа Господнего. Что делает Дух Святый в нас? Что делает Дух Святый в нас? Он двигает нас. от одного уровня славы следующий уровень славы от славы в славу. И вот говорится в Римлянам 1.17. Написано, в нем открывается это во Христе Иисусе правда Божия. От веры в веру, как написано, праведной верой жив будет. Первый мы замечаем, если я смотрю на славу Божию, я начинаю двигаться от славы в славу. На что я смотрю? На что я взираю? Где мое внимание? На чем я сосредоточен? На чем я сконцентрован? Я меняюсь соответственно тому, на что я смотрю. на что я смотрю? И я меняюсь от славы в славу. И я изменюся от славы в славу. А тут написано, открывается во Христе Иисусе праведности. По правде. Праведность не меняется. Праведность не изменяется. Но меняется вера. Но изменяется вера. Поэтому написано, от веры в веру. Это говорит о том, что я могу иметь славу Божию, но есть больше, но есть больше. Я могу иметь веру Божию, но есть больше. Я не знаю, чем ты повышаешь свою самооценку. Я не знаю, чем саме ты повышаешь свою самооценку. Но где-то есть больше, чем то, что у тебя есть. Одни повышают свою самооценку, одни повышают свою самооценку образованием, освитою, у кого красотой, у кого краса, у кого прическа, у кого зачистка, у кого одежда, у кого одяг, у кого машиною, у кого домом, будинком, зарплатою, но не важно, где-то у кого-то есть больше, где-то у кого-то есть больше, но дело не в этом, а дело в том, что бы ты не имел, что бы ты не имел, какой бы уровень ты не достиг, какого бы уровня ты не достигнул. В любом деле, В будь-якой справе можно подняться выше, можно идти дальше, можно подняться еще больше, то ли в познании Бога, то ли в твоей жизни, то ли в твоей карьере, то ли в твоем понимании, или в твоем служении, или в помазании. Неважно в чом, можно подняться, скажите со мной, можно подняться, еще раз, когда мы говорим можно подняться, это не обязывает тебя ни к чему, ну можно, ну ко мне что, поэтому скажите еще раз, можно подняться, Ну скажите, можно подняться, теперь перейдем к обязывающим, скажите, буду подняться, скажите, буду подниматься, Ага, вы заметили, что можно, оставляйте меня в сфере необязательного, вы пометили, что ось можно, воно залишает нас в сфере так необовязково, а когда я говорю буду, меня это обязывает, А когда я говорю буду, это меня обязывает, я в жизни принял для себя решение, я в жизни принял решение для себя, когда я решение какое-то принял по отношению к чему-то, или кому-то, Я себе привучил, говорить, не можно, потому что это оставляет мне еще площадь для маневр, я себя заставил, я себя змусил говорить, перед Богом, слово буду, Буду, и тогда после этого у меня нету разворот, у меня нету возможности сделать разворот, это закрыто, скажите, буду, я вас не слышу, я вас не слышу, я вас не слышу, у Бога есть воля, У Бога есть воля, можно исполнить волю Божию, или будешь исполнять волю Божию? Можно выполнять, или будешь выполнять волю Божию? Ну, буду, это буду, это Будда, это ни о чем не говорить, нужно говорить конкретно. Треба говорить конкретно. Можно исполнить или буду исполнить? Ага, хорошо. Подняться в служение. Можно подняться или будешь подняться? Ага, почему теперь стал переводить? Подниматься в служение можно, значит, буду. Буду. Он так наслаждается проповедью, что он вообще... Когда я был в Корее, в одной из церковь Янгичо я проповедовал. А там женщина переводила. Там женщина перекладывала. И я проповедую. И даю какое-то свидетельство. И ей так понравилось. Смотрит на меня. И мовчит. А я потом говорю, а, а, перевод... Ой, она потом извинялась миллион раз. Оказалось, что у нее был сын, который болел. А ей это свидетельство, ей так понравилось. И ей это свидетельство так понравилось. Она в это время думала, что после проповедей, я попрошу пастора молиться за моего сына. Вот, поэтому она, вот, так, а он решил молчать. Да, поэтому она и я помовчали. Да, бывает. Бывает так. Так. Можно быть недоволеным достигнутым. Можно быть незадоволеным тим, что ты достигнул. Но это оставит пространство для маневр. Маневр. Особенность, если ты встречаешь тетю. Которая тоже была недоволен. Потом прочитала книгу, что это достаточно. Яка также была невдоволена, а потом прочитала книгу, и этого достаточно. И она с тобой поспілкувалася. И ты тоже доволен. Научиться в жизни направить себя. Ты проверил, анализировал. Ты проверял, анализировал. З духовной части. Умственно. З разумово. Практичности. Практичности. Реальности. Реальности. И насколько это соответствует тебе? И насколько это соответствует тебе? Если по всем точкам. Да, да, да. Убери слово, можно меняться. Прибери слово, можно меняться. Замени словом. Замени словом. Буду. Зроблю. Достигну. Приду. Это будет. Кто-нибудь меня слышит? Я вас не слышу. Я вас не слышу. Это как человек, который пытается менять образ жизни, как одна женщина сказала, ну была пандемия, теперь война, на пляж не надо ехать, но когда будет время, что нужно на пляж ехать, надо похудеть, пока она будет жить в планете не детей, а которая называется надо, пока она будет жить в планете не детей, а треба, у нас есть планета девцы, к ним шутки долго доходят, видно между мной и ним электричка, и она так, вот, если она находится на планете надо, если она находится на планете треба, можно, неплохо, непогано было бы, никогда не похудеть, но когда она перейдет в планете, буду, сделаю, начинается движение, заметьте, нужно двигаться с одного уровня на другой, первый, второй уже метод, первый я дав прошлый раз, первый сегодня метод, первый на сегодня, как двигаться с одного уровня на другой, как двигаться с одного уровня на другой, сегодня я вам дам только два, и закончим тему, но, в общем, это вам поможет двигаться, для того, чтобы двигаться с одного уровня на другой, нужно расширить свой коэффициент полезного действия, треба расширить свой коэффициент полезного действия, хорошо, я за тебя переживал чуть-чуть, я молился заранее, чтобы вера твоя не оскудила, нужно повысить, расширить, улучшить свой коэффициент полезного действия, свой коэффициент полезного действия, я имею в виду, я маю на увазе, расширять свою вместимость, расширить свою місткость, ёмкость, способность, статность, производительность, потужность, компетенцию, и опыт, и знания, я повторю, потому что это очень важно, это очень важно, нужно повысить, треба повысить, расширить, расширить свой опыт, свой досвид, при том опыте, необязательно жить сто лет, я могу одолжить, я могу позичить чужой опыт, чужой досвид, Очень много людей, которые прожили и написали свой опыт, свой опыт, я могу одолжить у них. Я могу смотреть на них. Я могу смотреть на них. Я могу взять чужой опыт. Я могу взять 200 опытов. Я могу взять 200 опытов и в раннем возрасте, и этим расширю свою способность. Надо повысить свою компетенцию, потому что одна из причин, почему ты на одном уровне и не смог подняться дальше, твоя компетенция уже вычерпана, она закончилась. Ты на больше не способен. Ты можешь кричать, меня не любят, меня не уважают, но на самом деле, если у тебя была выше компетенция, Никто не игнорирует такого человека. Нужно улучшить свою способность. Потребно улучшить свою производительность. Потребно повысить продуктивность. Твою емкость. Твою вместимость. Это же, когда я стал пастором, Бог мне показал, что у тебя все нормально. Что у тебя все доброе. Но ты в одном направлении. Но в одном направлении. Очень узкий. Ты очень узкий. Я сказал, в каком? Я сказал, в каком? Ты не любишь людей. Ты не любишь людей. Потому что с такой любовью, которая у тебя есть, много людей не остается у тебя в церкви. У тебя очень узкое восприятие людей. Тогда я начал работать над расширением круга любви. Даже мне Бог помог. Мне попалась аудиокассета. Пастор Томми Барнетт. Которая называлась Расширяй свой круг любви. Как раз то, что мне нужно было. И он рассказывал. Как он показывал любовь. Даже тем, кто его ненавидел. И в результате. Чем шире круг любви. Чем ширший круг любви. Тем меньше врагов. Тем меньше врагов. А чем выше у тебя круг любви. А чем выше около любви. И все остальные у него круга любви. И все другие поза колом. Тем больше у тебя войны. врагов, неожиданностей плохих против тебя. Я сказал, Бог, спасибо. Я начал расширять свою любовь к людям. А сейчас я наоборот говорю, Бог, мы можем уменьшить чуть-чуть? А сейчас я наоборот говорю, Боже, можно уменьшить чуть-чуть? Оно слишком широкое. Я не могу видеть ничего плохого ни в ком. Я не могу побачить ничего плохого ни в ком. Ни то, что я не вижу, не замечаю. Но я вижу. Но оно для меня не смертельно. Но тут можно решать. Ну тут можно вырежать. Пару повороти налево, потом направо, и все хорошо. Сейчас уже Бог меня начинает корректировать чуть-чуть в этом вопросе. То есть нужно расширить себя в чем-то. То есть нужно расширить себя в чем-то. Если у тебя есть дело. И начало разбуксовка. И началося буксувание. В чем-нибудь в чем-нибудь есть какое-то направление. Есть какой-то направлении. Который достигло. Яке уже достигло. Свой максимум. Свого максимум. Если не расширить. Если не расширить. Ты уже на финише. Ты уже на финише. Из тебя ждать больше ничего. И от тебя ожидать больше не имеет смысла. Мечтать можно. Мрять можно. Рисовать картинки можно. Но в реальности уже. Но в реальности уже. Потолок. Это уже стеля. Мне нравится история, которая находится написана в 4 царстве, 4 главе. Мне нравится история, которая написана в 2 царстве, 4 главе. С 1 стиха по 7. Бог пытается нам показать. Бог намагается нам показать. Как расширить твой коэффициент полезного действия. Как расширить твой коэффициент полезного действия. Одна из жён синов пророческих с воплем при том говорила. Кликала до Елисея. Говорит, когда-нибудь жена с вами разговаривала и она плакала одновременно. Её слова непонятные. Потому что слезы плачут. А это вопли у неё. И говорит Елисею. Вона кликала и говорила до Елисея. А у Елисея широкая любовь. Он внимательно через вопли ловит слова. Он ловит слова которые она говорит. Какие она говорит. Если люди с воплем к тебе пришли с криками слушай проникай что-то их заставили плакать. Что-то это конец света. Это конец света. Поэтому к тебе и приходят. Поэтому с любовью. И все, кто не любящий да скажут аминь. И все любящие да скажут аминь. А вы сами себе оценку поставили, да? Вы сами себе оценку поставили, да? Да, да, да. Одна из жен пророков с воплем пришел к Елисею кликала до Елисея говоря, раб твой мой муж умер помер раб твой мій чоловек а ты знаешь что раб твой боялся Господа теперь пришел взаимодавец а позичальник пришел взаимодавец двоих детей моих в раб себе и сказал Елисею что мне сделать для тебя скажи мне что есть у тебя в доме она сказала нету рабы твоей ничего кроме сосуда с елеем и Елисея сказал пойди иди попроси себе сосудов на стороне посуд у всех суседов твоих то есть я расширюю твою емкость не на уровень твоих сосудов домашних и не на уровень сосудов твоих и соседей а на уровень всего города а на уровень всего города пайди ко всем людям пиди до всех людей в твоем городе в твоем месте забери все сосуды которые есть забери весь посуд який есть твоя страна твоя краяна твой город твое место это даже не предель но это начало бог желает бог желает чтобы твой уровень чтобы твой уровень захватил захопил все все города все места всю страну и даже и даже дальше и даже дальше и даже дальше границы нет межи бог может бог может далеко много высоко широко бесконечности сейчас проверим не бери твой задачей тим завданием которая перед нами что для нас победа перемога равняется решили задачу но в это время бог ожидал не решение задачи а расширить твои границы на уровень всей страны но короче она побежала и написано да уже и заприть двери за собою и написано замкнешь двери за собою и за сынами своими наливай во все эти сосуды и поналиваешь все эти посуды а повни відставляй и вот она пошла и вот она пішла замкнула двери за собою с сынами своими они подавали ей они подавали ей она наливала а вона наливала в посуд команда работает команда працює когда наполнены были сосуды и когда понаполнивано посуд она сказала сыну своему она сказала до своего сына подай мне еще сосуд Подай мне еще посуду. Он сказал ей. Нету боли сосуду. И масло оказывается иметь уши. И олива мае вуха. Остановилась. Вона спинилась. Щойно олива почула. Сосуды нет. Посуду немае. Олива остановилась. Начала починяться законам физики. Она почала кориться законам физики. Масло не может из ничего. Олива не может из ничего. Но когда еще было сосуды. Но когда был посуд. Масло нарушало законы физики. И получается она побежала к Мужу Божему. И он говорит. Пойди продавай масло. Иди продай то оливу. Заплати долги. И заплати своему позичальнику. Это была ее мета оригинальная. Но Елисей уже. Но Елисей решил решать вопрос шире. Вин почав решать шире это вопрос. Не только долги. Не только борги. А дать ей обеспечение. А дать ей обеспечение. До конца ее дней. До конца ее дней. Чтобы она оставила даже наследие. Чтобы она лишила навіть спадок. Для своих сыновей. Для своих сыновей. Получается ситуация интересная. У вдова проблема. Муж взял кредит. Человек взял кредит. А в залоге он оставил имена своих сыновей. А у заставу он оставил имена своих сыновей. В Украине не разрешено такое. В Украине можно квартиру, дом, машину, машину, тачку, например. Я не знаю, коровы можно в залоге? Вы не знаете, да? Вы не знаете. Видите, как ваши знания немного. Значит, и курить, вы не в курсе, можно ли в залоге? Тобто и курку неведомо можно ли в залоге? А годинник? Ага, отлично. А в то время в Израиле с сыновей своих можно было в залоге. Подпис нотариуса. Если я не оплачу вчасно, заберешь моих двух сынов. Получается, эти сыновья жили жизнью, не знаю, что они заложены. Это одно из самых плохих, что может быть в жизни. Я когда-то пришел к Богу. Я когда-то пришел к Богу. Я сказал, Бог помилуй меня. Я сказал, Бог помилуй меня. Потому что один час я начал гневаться на моих родителей. Почав гневаться на моих родителей. Когда они меня воспитывали. Когда они меня виховывали. Они все время внедрили. Вони весь час впроваджували определенные мышления. Певные мышления. Я не понимал, что есть дух дьявольский, который их словами практически мою жизнь заклал. И я буду вимушенен жить сгидно того мышления, которое они подчинялись. Родители. Батьки. Ваша жизнь. Ваше мышление. Ваше мышление. Ваши слова. Ваши поступки. Если они духом Божим движены. Если они духом Божим керованы. Отлично. Это чудово. Но если есть какой-то другой дух. Но если есть другой дух. Вы заложили. Вы заклали. Ваших детей. Своих детей. Тому духу. Тому духови. Через починение ему. Через то, что корилися ему. И потом, когда дети ваши растут. И потом, когда ваши дети взросли. Они встречаются в жизни. Они встречаются в жизни. С невидимыми стенами. С невидимыми стенами. Барьерами. В жизни. В житте. В семье. В семье. Или в попытке создать семью. Або в спробе створить семью. Або в чомусь еще. И они не знают. В чем дело. В чем справа. Аказывается. Мама, папа. Мама, тато. Взяли долг. Взяли борг. Там, где не надо было. И заложили. И заклали. непомитно своих детей. Я подробно в этом не буду. У нас сегодня не тема духовной войны. Но очень часто. Я бы сказал, чаще, чем мы думаем. Мы встречаемся в жизни с проблемами, которые мы не создали. Не створили родители своей жизнью нам подарили слезы, которые не должны были быть. Порада вам. Не дайте этих подарков больше. Молчание грабовое. Молчание грабовое. Подарки перестали двигаться. Кто-нибудь скажет аминь. Благая вещь. Неважно, какие подарки родители тебе произвели. Неважно, какие подарки отдали тебе батьки. Можно их убрать. Хотя это дополнительная работа. Хотя это дополнительная работа. Но можно убрать. Но можно убрать. Поэтому, в чем было моё покаяние. Когда я начал анализировать себя. Когда я начал анализировать себя. И увидел, сколько преградов, препятствий, барьеров в жизни. И побачил, сколько барьеров, перепон и перешкод в жизни. При том, они в жизни. Но они не переди мною. Они не переди мною. Они во мне. Вони во среде меня. И я расстроился. И я засмутился. Потому что то, что во мне, я же сам Я же сам собі его не наробил. Тобто, батьки. А почему вы раньше не пришли к Богу? Хотя бы меня учили правильные вещи. И потом Бог мне показал. А чему ты злишься на них? Почитай отца и мать. Ты шануй батька и матерь свою. Чтобы тебе было благо. Или не хочешь жить долго. Я хочу. Почитай. Тоди шануй. Не злийся. Не гнивайся. Вы бы видели, как я поменял мое лицо. Вы бы видели, как я поменял мое лицо. От злого. От злого. На доброе. Потому что хочу жить долго. Потому что хочу жить долго. Мотивация – важная вещь. Мотивация – важная вещь. Но в любом случае. Но в любом случае. Этот человек. Ця людина. Заложил детей своих. Заклала своих детей. Елисей решил помочь ей. Елисей вирішил допомогти ей. Но он помог ей так. Але він допомог ей ось як. У тебя есть проблема. У тебя есть проблема. Которую ты не можешь решать. Яку ты не можешь вирішити. Не потому что ты Бог решил, что не можешь. Не потому что Бог вирішил, что не можешь. Но на том уровне, где ты. Але на том уровне, где ты. Ты не сможешь решать эту проблему. Ты не сможешь вирішити цю проблему. Эта проблема лёгкая, как только ты поменяешь уровень. Когда ты будешь на высшем уровне, эта проблема решается вот так. Но на том месте, на том уровне, где ты сейчас, единственная твоя реакция это вопли, слезы, крики, потому что твой уровень не даст тебе решать вопрос. И поэтому Елисей не подарил ей деньги. Елисей решил, давай поднимем тебя, удивительно, когда ты не видишь, как ты можешь подняться на другой уровень, где-то недалеко есть людина, есть люди, которые могли бы помочь тебе подняться на новый уровень. И как только ты на новом уровне, много проблем, которые были тяжелыми, которые были тяжелыми, становятся легкими. Так, вы еще со мной? Вы еще со мной? Смотрите, пастор Генри, у меня вопросы, я не могу их решать. Я не могу их решать. Неправда. Неправда. Ты не можешь решать. Ты не можешь решать. И за уровнем, через уровень, где ты находишься, где ты перебываешь. В каком-то из направлений жизни ты сидишь на уровне, который не дает тебе решать вопрос. Если ты уточнишь где, и подтягиваешь уровень, ты сможешь решать. И вот получается, Елисей говорит, что у тебя дома? Потому что нужно отдать долги. И она говорит, ничего у меня нет, кроме маленькой посуды с оливой. Это то, что использовал Елисей. И Елисей повысил, и Елисей подвысил, расширил ее семейную вместимость, ее семейную местность, емкость, способность, производительность, продуктивность, компетентность, все поменял. Все изменил. И вот изменился ее уровень. Когда она поднялась на новый уровень, она пошла. Где взаимодавец? Где позичальник? Сколько я вам должен? Возьмите. Берите. А кому-то еще я должен? Комусь я там еще позичал, никому. Позовите банкира. Что вы мне предлагаете? Какие проценты? На всю мою жизнь? Позовите страховую компанию. А ну покажите страховую компанию. Буду страховать свою жизнь. Застрахую свое життя. Буду страховать свой волос. Свои волосы. Женщины страхуют все, что под небом. Женщины страхуют все, что под небом. Но главное, она уже на новом уровне. Скажите аминь. И оттуда она все решает легко. Вчера это была трагедия. Траура. Это траур. Вопли. Вкрики. Но как только она поднялась на новый уровень, Жизнь не поменялась. Життя изменилось. Все по-другому. Все иначе. Заметите. Зверните увагу. Елисей. Бог. Дух Святой. Небесный вектор. Небесный вектор. Мы как Божие дети. Мы как Божие дети. Для подъема на новый уровень. Для подъема на новый уровень. Мы нуждаемся в Божиественном векторе. Мы потребуем Божиественного вектора. И в этом Божиественном векторе. И в этом Божиественном векторе. Там Бог. Там Бог. Там пастор. Там пастор. Там проповеди. Там проповеди. Там учения. Там учения. Без этого вектора. Без этого вектора. Трудно подняться на новый уровень. Важко подняться на новый уровень. Когда у тебя со всех сторон не видно естественного выхода. Елисей умел это делать. Он пришел к женщине, у которой не было ребенка. У нее все решено. И ей не нужна помощь. Она знакома с царем. Знакома с военно-начальником. Среди своего народа. Среди своего народа. Влиятельная. Впливовая. Женка с 31-го гривой притч. Женка с 31-го гривой притч. Приповисти. И все женщины, кто подозревает, что намекает на то, что может быть когда-нибудь в этом веке получится с Божьей помощи быть 31-го. Ты все помнишь? Ну ладно. Все женщины, которые думают, что выйдет быть 31-го. Давай забудем. 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 Скажите, божественный вектор. Скажите, божественный вектор. Я вас не слышу. Я вас не слышу. Давайте предположим. Давайте припустим. Эта женщина. Ця женщина. Поссорилась с Елисеем. Вона поссорилась с Елисеем. Когда умер муж. Я, когда помер ее человек. Елисеем. Вы же главный пророк. Вы же главный пророк. Моего мужа нет. Много человека нет. А где вы были? Рыба гния с головы. Рыба гния с головы. Елисеем бы сказал женщину. Елисеем бы сказал женщину. И теперь взаимодавцы пришли. И теперь позичальники пришли. Первое, на что бьет Сатана. Первое, на что бьет Сатана. Это твоё отношение. Это твоё ставление. С божественным вектором. С божественным вектором. Как только божественный вектор нарушен. Щойно божественный вектор порушен. Тема закрыта. Тема закрыта. На земле. На земле. То ли тебе зовут Анна. Чи це тебе звати Анна. Ты хочешь родить, рожать Самуила. Ты хочешь народить Самуила. Нужен Илли. Потрібно Илли. То ли тебе нужно масло. Чи це тобі потрібно олива. Или ты богатая женщина. Або ты богата женщина. Тебе нужен сын. Или тебя зовут царь Езекия. И тебе нужно продлить жизнь. Или тебя зовут Йосафат. Тебя окружали враги. Нужен человек. Потребна людина в божественном векторе. В божественном векторе. На земле. Оно работает. Это работает с Божими людьми. Избегай привычку. Уникай звички. Постоянно. Постійно. Драться с Божими людьми. Бититься с Божими людьми. Это стратегия врага. Это стратегия врага. Чтобы тебя отсоединять. Чтобы тебя объединять. И тебя в один прекрасный момент. И в один прекрасный момент. Тебя ударить. А Елисей. В твою сторону. В твій пік. Не повернется. Скажите аминь. Другий вектор. Елисей говорит. Женщина, иди, отдавживай сосуды у соседей. А что, если бы она посварилась со всеми соседями? А что, если бы она посварилась со всеми соседями? Не будь человеком, который врагует со всеми. Ты заранее закопаешь себя в яму. Жизнь, в которой мы живем. Мы не остров. Другие люди нам нужны. И другие люди нам нужны. Поскольку эта женщина имела доступ к соседям, значит, она не посварилась со всеми соседями. Потому что они нужны. А пастор Генрю, а почему ты думаешь, что она могла бы не у всех попросить? От слов Елисея. Набери немало. Она могла бы бежать ко всем соседям. Она могла б бежать до всех соседей, но набрать мало. Но набрать мало. Елисей добавил. Елисей додав. Немало. Расшири свой круг любви. Расширь своя коло любови. С правильными людьми. Чтобы в день, когда тебе нужна помощь, через них Бог поможет тебе. Бог допомогу тебе. Не в компромиссии с Словом Божьим. Не в компромиссии с Словом Божьим. Но эта женщина не посварилась со всем городом. Але ця женщина не посварилась со всем городом. И получается, жить доброй жизни очень важно. И вот когда она пішла, позичала. Что мы можем позичать сегодня? Я могу позичать знания. Я не все знаю на земле. Я чуть-чуть знаю. Я трошечки знаю. Вы чуть-чуть знаете. Если вы узнаете мое знание, ваше знание уже больше. Если я пойду, как я делаю постоянно, одолживаю знания других людей. И еще одолживаю. И еще одолживаю. Вот я недавно слушал книгу Маруса Чурая. Нещодавно я слушал книгу Маруси Чурай. Это Лина Костенко. Это Лина Костенко. Такие книги мне нужно два раза слушать. И на второй раз я начинаю понимать, о чем речь. Первый раз я только слушаю, как соединяются слова. А я недавно прочитал книжку. Захар Беркут. Вы все прочитали в школе. Я только сейчас догоняю вашу школьную программу. Только сейчас догоняю школьную программу вашу. Пожелайте мне успеха. Пожелайте мне успеху. Я постоянно расширяю свои знания. Мои дети с меня смеются. Когда я паркую машину в гараже, оно, как называется, подземное. А оттуда лифт поднимается. А оттуда лифт поднимается. Поэтому многие люди меня не знают, потому что я вышел из машины. Я вошел в лифт. Я зайшел в лифт. Домой. И додому. И назад. Поэтому эти женщины, которые при входе, когда выключили свет, когда выключили свет, вчера, или позавчера. А вчера. Я иду домой со своими сумками, с фонариком, и я всегда в 11.10 подхожу. Они уже закрыли все, заблокировали. Я стучу. Святя нет. Они ключом. Они на меня смотрят. А вы кто такой? Ну ладно. Надо учиться все одолжить. Потребно вчитися позучатиться. когда я паркую машину. Зазвучай, когда я паркую автівку. Бывает такое, что дети пришли. Бывает такое, что дети пришли. Они на первом этаже. Они на первом этаже. А я на минус один всегда. А я на минус первом. Они сначала слушают. Они сначала слушают. Если кто-то есть, и кто-то говорит, имеется в виду книга, такая проповедь, или что-нибудь, значит папа. И кто-то там говорит книги, проповеди, то это тато. Так они узнают, что я там. Так они узнают, что я там. Если тихо, это не я. А почему я это делаю? А чему я это делаю? Потому что я занят. Я использую все минуты основные, чтобы больше знаний. Я отдалживаю. Я позичаю. Я беру у других. Я отдалживаю знания. Я отдалживаю мудрость. Я отдалживаю опыт. Я отдалживаю очень много чего. Я позичаю дуже багато всього. Ты не перший человек, который открыл компанию. Ты не перший человек, который живет через войну. Ты не перший человек, который живет в столице. Ты не перший человек, который замужем за сложного мужа. Ты не перший человек, который женат на Язавелле. Какие-то там хи-хи-хи-хи-хи. Что это означает? Ты не первый. И не обязательно приобретать велосипед. Я могу отдалживать знания. Женать на Езавель. И в Google. И в Google даст мне, как поступать. Ух ты. Такой, может, вы не найдете. Пастор Генри. Моя жена колдунья. Моя дружина Чаклунька. Я ему сказал. Ты не первый. Уже миллион таких было. А да? Отдаю же у них опыт. Как превратить колдунью. Как превратить чаклуньку. В пророчицу. У пророчицу. Такое можно. Такое, может. А как? А как? Я не знаю, как. Я не знаю, как. Но если ты пойдешь. А да уже в сосуде. Позичать посуд. А да уже вай немало. Позичай немало. У всех соседей. У всех соседей. Ты узнаешь. Ты узнаешь. Как превратить. Як превратить. Колдунью. Чаклунку. Пророчицу. Пророчицу. Аминь. Аминь. Пастор Генри. Пастор Генри. Бог мне дал идею. Бог мне дал идею. Начал бизнес. Почав бизнес. Дошли. Дійшли. До доходи. До прибутки. Тысячи доларів в году. Тысяча доларів на рік. И не получается дальше. И не выходить дальше. Ааа. Ааа. Иди. Иди. позичай много чего и ты поднимешься выше. Ты не первый человек, чей бизнес встретил войну. Ты не первый человек, чья церковь встретила войну. Ты не первый человек, чьи люди сбежали в другие страны, втекли в другие страны, как беженцы. Уже так было. Пастор Генрих, мой сын умер, я співчуваю, я хочу повеситься. Ты не первый человек, чей сын умер. Это больно, это трудно, и никто тебя не поймёт. И никто тебя не зрозумёт. Но отдалживай опыт у тех, кто уже прошёл. Вы ещё со мной? Вы ещё за мной? Аллилуйя! Аллилуйя! Ты можешь расширить свою ёмкость, ты можешь расширить свою ёмкость, когда ты наберёшь и отдалживаешь знания, опыт и много чего. Коли ты наберёшь и позичаёшь знания, досвід и много чего. И после этого Еллисей сказал, ты это не делай сама. Ты и твои сыновья. Вы команда. Потому что команда сразу же увеличивает производительность. Если я делаю сам, может, я отлично сделаю, но мало сделаю. Если я включу вас у всех, не всё везде будет на пятёрке или на двенадцать, но мы сделаем гораздо больше. Зрозуми, что в цьому житті нужно привыкать и бежать и бігти сразу создать команду. Потому что твоя команда сразу повышает твой коэффициент полезного действия. Сразу же твоя продуктивность расширяется. Сразу же выше становится. Не просто любой человек в команде. Еллисей не говорил, иди, бери кого-нибудь на улице. Нет. Только с твоими детьми. Чиё сердце посвящено их угрожает им загрожено душой вовлечене. Душой они не берег кого-нибудь в команду. Бери только людей, которые не создают тебе боль, не продадут тебе напряжения, которые не создадут тебе постоянное напряжение. Когда у тебя команда состоящая из напряженных тебя, которая утворена из тех, кто тебя напряжает, то твоя команда сократит твою жизнь. Они же будут плакать. А они же будут плакать. Его уже нет. Его уже нет. Они его угробили. Но это они знищили твоя жизнь. Поэтому женщина никого попала. Нужно сердце у тех, которые ощущают. Это мое дело. Это меня касается. А этих детей касается еще и как. Это их будущее. Это их призвание. Это мама. А нас заберут. А нас заберут. Главное дух, душа и тело. В жизни моем большей слезе и стрессы это через членов команды, которые не должны быть в команде. И они постоянно создают тебе напряжение и сложность и сложность и сложность. Судя почувствую вины, которой река тут течет, судячи по почутку провины, как река тут течет, хочу додать, если ты в команде, и время от времени, ты в чем-то ошибся, ты в чем-то помолился, что-то не сделал, как надо. Что-то не сделал, как треба. Это мелочь. Это дребница. Все дети так делают. Поэтому родители наслаждаются, когда они говорят ребенку, подойди сюда, ты поранил себя, давай витриму, давай помоем, помажем кремом, наступного разу не роби так. Для них это как бальзам. проблема это когда? Что с тобой, ребенок? Что с тобой, дитина? Ничего. Как то что-то не совсем что случилось? Что сталося с тобой? Ничего. Ничего. А чему тебе помочь? Ничего не треба. А мы можем, а ты помнишь, я тебе что-то попросил, ты сделал? А ты памятаешь, я что-то тебе попросил, ты сделал? Когда я сделаю, скажу. Когда сделаю, тогда скажу. В тот день, когда родители спілкуються с ребенком, и он так отвечает, сон пропадает. Сон зникает. Не может родители спать спокойно, когда ребенок так. Когда дитина так відповідает. он сказал команда. Команда расширяет твою производительность. Они нашли много сосудов. Они нашли много посудов. Это бегать к соседям. Это просить. Это надо уметь еще просить. Это надо принести домой. Они руками это делали. потом подать маму. эта женщина наливала. На спортом занималась. Потому что очень долго наливали. Наши женщины, когда у них чеснок в руках, больше чем полчаса, уже плачут. Я не швацнергер. не швацнергер. А что тебе на руках? Картопель уже полчаса, мои руки болят. Картопля уже полчаса, руки болят. Эта женщина, чем занималась дома? никого нет. Она отжималась. Она отжималась. Она отжималась сзади. отжималась сзади. Она сбоку, с другого ноги поднимала. Она приседала. Она и выпады. Она пригора. Вообще. Вы поняли, чем заниматься, когда никого дома нет? Скажите, много работ. Еще раз. Скажите, много работ. Я вас не слежу. Еще раз. Иногда подняться на новый уровень, нужно немного больше работать, чем обычно. Немного больше. И ты прорвешься. Надо было много проработать. Нам не говорится, сколько часов. Но это стало, как система целая. Когда она говорила, дай сосуд, ей дают, наливая. Дай сосуд, ей дают, наливая. Подай посуд, наливая. Подай посуд, мама уже больше нет. И масло закончилось. Небесный вектор закончился. Когда? Когда дайомкость заполнилась, компетенция заполнилась, знания закончились, способность заканчивается, производительность закончится, продуктивность заканчивается. Если хочешь постоянно двигаться с уровня на уровень, то никогда не позволяй остановиться компетенцию. Развивай все время. Способность стать. Развивай все время. Знания. Развивай все время. Опыт. Досим. Набирай все время. Йомкость. Гемність. Расширяйся все время. Расширяй все время. Все время. Все время. И тогда не будет остановки. Не будет остановок. До тех пор, пока ты не вошел, пока ты не вошел в свое призначение, повноту призвания, повноту покликания и все, что Бог имеет для тебя. Церковь победа. Церковь перемога. Это задача каждого из нас. Это задача каждого из нас. Постоянно улучаться, расширяться, розширяться, пизнавати, учиться, но не учиться ради учебы, а учиться и применять. А учиться и застосовывать. и застосовывать. Не примененные знания это же самое, что нет знания. Скажите, Аминь. Как подняться на новый уровень номер два и закинчу вас, отпущу. Мы поднимаемся на новый уровень через стратегичность. Скажите со мной, стратегичность. Евангелие от Иоанна 4. Я не буду все читать, но будем читать с 4 по 43 вверх читать. Вы виноваты тем, что вы не читаете эту главу, она очень долго. Поэтому я решил читать с вами. Но я буду пропускать. Потребно было Самарию ему переходить. В оригинале написано. Он почувствовал, нужно идти через Самарию. Там завдание, значит. Значит, у отца есть завдание. Отже, у батька есть завдание. В Самарии. Но у него есть проблема. Самарияни и Юдей. Девятий стих покажите, пожалуйста. Женщина Самариянская говорит ему. Женка Самариянка каже ему. Как ты будучи и Юдей? Как же ты, Юдейянин, будешь? Просишь пить у меня Самариянки. Та просишь напитись від меня Самариянки. Ибо и Юдей и Самариянами не спрашиваются. Бо Юдеи не сходятся из Самариянами. У Исуса есть завдание. От Бога отца. От Бога Батька. Нужно достичь Самарию. Потребно досягнути Самарию. А у него проблема. Юдей. Юдеи. Самарии. И Самарияни не сообщаются. Не сходятся. А ему надо решать вопрос. А ему нужно решить вопрос. И он идет туда. И он идет туда. А ученики за ним. А что мы там делаем? Он приходит, стоит возле колодец. Потому что у него есть задание, но у него ограничение. Ему нужно это ограничение его преодолеть, его перейти, как многие из нас. И когда он приходит туда, какая-то женщина пришла, знал Иисус, что будет женщина? Да. Он специально пошел через колодец. И остался, пока ученики пошли покупать. Удивительно, что между юдейами и самарянами нет общения. Но когда они хотели купить, деньги, деньги, они сказали, «Юдей, не юдей, дай гроши». Деньги удивительные вещи. Дело в том, что иногда люди игноруют много чего. Ты юдей, не юдей, дай деньги. Да, и грошей. Я однажды был на базаре, давно, когда я еще ходил на базаре. Давно, когда я еще ходил на базаре. И у меня в GPS была дорога в базар. У меня в GPS была дорога на базар. Потом я удалил. Уже не знаю, где базар. Но когда я пришел на базар, вы бы видели. Деньги в руках. Человек на меня смотрит. Людина на меня смотрит. С таким вот несправедением. Но деньги отказаться не мог. Он взял мои деньги. Знаете, что он сделал? Он взял. Нет, я так, да? Нет, так не делаю. Что они делаю? Но что-то там сделал. И потом пу-пу на эти деньги. И полезли. Я говорю, если вам не нравится, верните мне назад. Он говорит, что? Кто будет знать, откуда они пришли? Молодец дядька. Но вы такого не переживайте, потому что вы у себя в стране. Вот. Поэтому для вас это как это? Так бывает? Да. Это как так бывает, а так бывает. Да, бывает. Больше, чем вы представляете. И за это я перестал на базар ходить. И через это я прекратил ходить на рынок. Я отправляю Виталия Васильевича Я отправляю Виталия Васильевича На базар. На базар. А он уже отказался давно. А он уже відмовился давно. Теперь секретарь ходит на базар. Теперь секретарь ходит на базар. А потом отказались. А потом відмовились. Они мне сказали пастор. Они мне сказали пастор. Но на базаре не самые лучшие продукты. Но на базаре не найкращие продукты. Теперь они в супермаркет. Теперь они в супермаркет. Ничего. Ничего. И получается, что женщина стоит, и Иисус стоит. Иисус понимает, у меня есть задание, но у меня есть ограничение. А эта женщина, она ворота в городе. Есть люди, которых Бог приводит в вашу жизнь, а они ворота в городе, до миллиону, до многого таких людей. Я научился ходить на улице, сидеть в самолетах, даже лежать в поездке, и искать, нет ли тут. Чи нема тут ходящих ворота, они могут не знать, что они ворота, для меня, для церкви победа, для Украины. Эта женщина, у нее самооценка нулевая, уважения к себе никакой, в городе к ней относится так. Прошла она, вот такая у нее ситуация, но она ворота, в спасение, в городе, и вы здесь сидите. Знаете, почему Бог вас привел сюда? Потому что вы ворота, через которых Бог достигнет Аболонь, Дарницю, Святошинский район, Шевченковский. Святошинский, целую планету. Планету целую. Правда, Де называется. Правда, называется Де. Голосиевский. Я чуть не сказал Черногория. Мало не сказал Черногория. Пастор Генри, ты уже хорошо проповедовал. Остался чуть-чуть время, и ты начал шкодничать. Что тебе мешало молчать? Пастор Генри уже так добре проповедовал, и тут еще трошки лишилось. И на шкодничать. Бывает. Скажите, я ворота. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Многие мамы. Багато мам. Родили ребенка. Народили дитину. И в жизни. И в жизни. Они ничего не достигли. Вони ничего не достигли. Они не поняли. Вони не зрозумели. Они были ворота. Вони были воротами. Чтобы этот мальчик. Чтобы цей хлопчик. Он родился. Потому что через этот мальчик. Бог так сделает. Бог такое сделает. И мама. И мама. Вы причастники. Вы залучены до цього. И папа. И дато. Вы причастники. Вы також залучены до цого. Скажите аминь. Сирена Уильям и ее сестре. Как зовут ее сестре? Старше. Сирена, Вильямс и Венус, Вильямс. Вообще-то надо сказать Венус и Сирена. Просто Сирена потом стала победить, победить, победить. Потом вышла замуж и родила ребенка. Их папа любил теннис, но не стал чемпионом. Когда у него родились дочери, притом у старшей Венус была болезнь, которая не дала бы ей развиваться. Но папа принял решение. Моя цель в жизни превратить моих двоих дочерей в чемпионок. А старше, хотя болеет, я допоможу. Був час на земле, когда все знали про Венус и Вильямс. Но она болела все время. Это сейчас уже болезнь развилась. Хвороба развинулась, и она не могла дальше играть в теннис. Папа, это ворота. Это ворота. И я для вас тоже ворота. И я для вас тоже ворота. Где вы были? В ночном клубе. Где вы были в ночном клубе? Что вы там делали? Что вы там делали? Или я не так танцую, как в ночном клубе? Дима знает, как танцуют в ночном клубе. Они танцуют так и изучают кто где как И проверяют Чтобы приблизиться туда И потом как-то Все карты раскрыты Вы в ночном клубе Вы заняты И в этот час Едет Генри Мадава Господь, ты уверен? Господь, ты уверен? Это может не надо Генри Смотри Ты ворота Я люблю быть воротами И смотри теперь, где вы Вы сидите В своем уме В своем розуме Полностью одетесь Вообще Это я только что цитировал Библию Что вы? Это я щойно цитировал Библию Что вы? Ай-яй-яй Это означает просто я наслаждаю своей работой Это означает я просто насолоджуюсь своей работой Я тут не мучаюсь Я тут не мучаюсь Скажите ворота Я вас не слышу Я вас не чую Помните всегда В этой жизни У Бога есть ворота Для любого дела Для любого решения У него есть ворота И эти ворота И эти ворота В виде людей У виглядя людей Они расширят Ваше влияние Ваш вплив Оно откроет вам Вно відкрие вам Доступ Доступ Меня призвал Бог Меня покликал Господь Ко мне все До меня все Все бы сказали Кто-то сошел с ума Кто-то сошел с розума А Бог что сделал Бог что сделал Нашел одного У кого болел раком У кого-то проблема еще какая-то Бог решил через меня Там решил Там вырешил Там вырешил Там вырешил Там вырешил И эти люди Пастори Генри Что нам делать Что нам делать Иди скажи тому И все шире И больше И больше И вся страна И вся страна Вот так работает Бог Хто-нибудь меня понимает Иисус разговаривает с женщиной. Говорит, позови мужа. Это самый нелюбимый вопрос для него. Вы когда-нибудь с кем-то разговаривали, да? И есть вопрос, который человек молится. Господь, чтобы это не открыл, чтобы этот вопрос не задали. Коли-нибудь с кем-то разговаривали, и тут он молится. Господи, чтоб теки не задали это запитание. Именно этот вопрос Иисус решил. Не потому, что он жестокий. А он хочет туда? Бальзам Духа Святого. Позови мужа. У меня нет мужа. Вот правильно ты сказал. У тебя было пять мужей. А сейчас у тебя шестой, который не муж. Ты что, пророк? Они начинают беседу. Она говорит, а я жду Мессию. Она говорит, а я жду Мессию. Пять мужей. У нее шестой. Шестой сейчас. Ждет Мессию. Ждет Мессию. Никогда никого не нужно списывать. Никогда не нужно никого списывать. Из-за его образа жизни. Через его способ жизни. Они все ждут Мессию. Они все ждут Мессию. Откуда она знает про Мессию? Она читала Библию по вечерам. Она читала Библию по вечерам. Со всеми этими мужами читает. Со всеми этими мужами читает. Ну ладно, раз времени для этого нет. Но у нас нема часу для этого. И когда Иисус, в конце концов, цель, яка у Него была. Он говорит, этого Мессию, которого ты ждешь, это Я. Он открылся ей. Теперь главное чудо. Женщина побежала в город. Иисус и Юдей побежали бы в город. Побег бы до города. Его могли бы камнями побить. А теперь кто бежит в город? Женщина. Женка. Самарянка. Притом какая? Которая все знают. Яку все знают. А ей весь город говорит. Весь все місто про неї говорит. Она стала на площади. Люди. Люди. Похожи на некоторые наши молодожные евангелисты. Это схожи на деяких молодых евангелистов наших. И Библия говорит, весь город. И Библия говорит, все місто вышло. С нею. С нею. К Иисусу. До Иисуса. И они сказали Иисусу. Приди к нам домой. Приди до нас домой. Не потому что Он. А потому что она сказала. А потому что вона сказала. Если Бог что-то сделал для тебя. Не молчи. Не мовчи. Рассказывай. Рассказывай. Пусть люди слышат. Это Божий метод. Расширять влияние для Божьего Царства. Бог исцелил тебя. Рассказывай. Бог дав тебе финансы. Рассказывай. Бог открыл возможность в работе. Бог открыл возможность в работе. Рассказывай. В бизнесе. Рассказывай. Иисус стратегично. Иисус стратегично. Вошел в Самарию. Увешел до Самарии. Где по идее. Где за идее. У него не было доступа. У него не было доступа. Но через эту стратегию. Он вошел в Самарию. Он увешел в Самарию. И весь город. И все место. Познал Бога. И с того времени. И с того времени. Самария. Стало место. Стало место. Для больших Дев. Для великих справ. Поэтому когда Иисус умирал. когда Он сказал ученикам, что идите по всему миру, по всему свиту, по вере в Евангелие. Но эти три точки не пропускайте. Здесь в Иерусалиме, по всей Иудеи, Самарии, а после Самарии, потому что в Иерусалиме вы услышите много чего, по Иудеи я много сделал, и в Самарии, а потом по всему миру. А потом по всему свиту. Потому что Самария была местом, и поэтому, куда Иисус приходил, через эту женщину, когда Филипп пришел, в Самарийский город, вы понимаете, это стало местом пробуждения, все через эту женщину, все через эту женщину, Бог стратегичный, двери зачинены, не значит закрыт. Это не означает, что зачинены. Сказали нет, сказали не, это не означает нет. Сказали невозможно, это не означает неможливо. Это означает у Бога есть стратегию, как войти, там, где закрыто, там, где зачинено. Когда ты находишь Божьи стратегии, когда ты находишь Божьи стратегии, ты сможешь подняться на новый уровень. Ты сможешь подняться на новый уровень. Кто-нибудь скажите аминь. Кто-нибудь скажите аминь. аминь, аминь. Исус новин. Исус новин. Интересный мальчик. Цикавый хлопец. Верни уже мужчину взрослый. Верни уже мужчину взрослый. с первой главы, с первой по 11 вирш. Первое, что мы там находим, Бог ему говорит, Иисус новин, я вам даю землю. Всю землю. Смотрите, как интересно. Теоретически, я отдал всю землю, а практически у вас ноль земли. Я не знал, в жизни у вас такое было? В жизни у вас такое бывает? Что Бог говорит? Или мечта мечтается? Закрываешь глаза стадион в сердце. Открыв глаза грязные посуды перед тобой. У вас такого никогда не было? У меня было. Вот я молился. О, я вижу себя. Я в Индии. Я в Пакистане. Я в Таиланде. Открыв глаза. Молоко выбегает из кастрюли. Молоко втекает из кастрюли. Ай-яй-яй, куди ты? Я поднимаю. Піднимаю. Я люблю овсяную кашу. Знаете, я люблю овсяную кашу. Я уже разучился готовить все остальные завтраки. Я уже разучился готовить инши снеданки. Кроме золотой. Овсяной каши. Ваша реакция означает, что вы еще нездорово харчуетесь. Овсяная каша хорошая есть. Овсяная каша хорошая. Благословил. Дав призначения. Дав призвание. Дав прокликание. Дав межие. Дав тебе все, что Он приготовил. И оно живое в тебе. И оно живое в тебе. Ты даже написал на бумаге. Ты даже написал на папери. А в реальности. Нуль земли. И Бог начинается урок у него. И Бог начинается урок у него. Иисус Новин, начинаем урок. Как тебе завоювать землю? Все делается, шаг за шагом, крок за кроком. А что означает крок за кроком? Буквально, где наступит нога твоя, я тебе и дам тебе. Это столько земли, и нужно шагами. И нужно шагами. Так Иисус Новин, я так работаю. Ты должен шаг, следующий шаг, один уровень, следующий уровень, еще один уровень, и так вы завоюете. Но вот ключ, где ваши ноги наступят, я вам дам. Вы не наступили, я в духе вам дал. Но в реальности, если вы не дошли туда, не дам вам. То есть вы сможете овладеть только тем, куда вы дошли. Куда ты дошел, куды ты дошел твоим знанием, пониманием, учебой, навчанием, опытом, досвіду, то Бог даст. А все остальное, что для тебя, что для тебя, находится в земле, независимое, неведомое, останется недосяжным лишиться. Потому что ты достигнешь только то, что ты извинил. Что ты выведал. Аминь. Поэтому многие люди, они большие внутри. Они великие всередине. Но они так и умрут. Но они так и помрут. Великими всередине. Но снаружи, лилипутики маленькие. Ничего не достигли. Ничего не достигли. Потому что по уровню того, что ты познав. Потому что за рівнем того, что ты познав. И Бог говорит, Иисус новин. И Бог говорит, Иисус новин. Если ты будешь идти, я буду с тобой. И никто не устоит перед тобой. Те шаги уровня, которые Бог тебя ждет. Те кроки, которые Бог от тебя ждет. Там все решено. От тебя требуется. Доверять Богу. И идти. Но если вдруг. Если вдруг. Ты увидел. Ветер. Витер. Волни. Хвилі. Испугался. И ты решил не идти. И ты решил не идти. Бог тебе не даст. Бог тебе не даст. Хотя оно твое. Хотя оно твое. Тебя ждет. Тебя ждет. Мы церковь победа. Мы церковь перемога. Мы будем церковью. Мы будем церковью. Которая шагает. Я как року есть. Шаг. Крок. Шаг. Крок. И каждый раз. И каждого разу. Доверяем Богу. Доверяй Богове. Каждый раз. Кожного разу. Доверяем Богу. Доверяем Богове. Идем дальше. Идем дальше. Потому что это время. Потому что цей час. Наш. Создать историю. не створимо. И мы думаем, что придет время, когда мы будем создать, мы ошибаемся. Время для истории — это сейчас. Время для больших достижений. Это сейчас. Время двигаться в бизнес можно. Сейчас. Ждать, когда будет. Чекать, когда будет. Никогда не будет. Вот. И он говорит, только я у тебя прошу одного. Вот этот шаг. Еще один. Ты будешь смотреть налево. Ты будешь смотреть леворучь и праворучь. И увидишь сыновья Янаковы. Сыновья Янаковы. Гиганты. И ты будешь пугаться. И вместо шаг вперед. Ты будешь делать шаг назад. Ты будешь делать шаг назад. Шаг назад. Назад. Египет. До Египта. Повертаемся назад. Повертаемся назад. Да, Господь. Так, Господь. Чем защищаться? Чем защищаться? Чтоб я не делал шаги назад. Чтоб я не делал шаги назад. Я делал шаги вперед. Чтоб я не делал шаги вперед. И Бог ему сказал. Три раза повторил. Три раза повторил. Надо кое-что делать. Потрібно дещо робити. И кое-что не делать. И дещо не робити. Хорошо. Добре, Господи. Что делать? Что робити? Будь твердым. Будь твердым. Мужественным. Та мужним. Только будь твердым. Тільки будь сильным. И мужественным. Твёрдым. Будь сильным. И мужественным. Та відважным. Это надо приобрести. Это надо приобрести. Это надо приобрести. Твёрдость. Силу. И мужество. И мужество. Но кое-кого надо вигнати. Но кое-кого надо вигнати. Не устрашись. Не лякайся. И не бойся. И не лякайся. Не устрашайся. Не страшись. И не бойся. И не лякайся. То есть этого. Тобто цего надо выгонять себе. В течение жизни Протягом життя Идет конкуренция Ты поднимаешь мужество Ты поднимаешь силу Обстоятельства А обставины Приносят тебе страх Они приносят страх Неуверенность Неуверенность Ты негодный Ты не подходящий Ты не подходишь А с этого боку Пастор Генри Бог Дух Святой Дух Святой Книги Пытаются тебе говорить Тебе получится Тебе выйдет Обстоятельства А обставины Старайся Как можно больше Это принять А это Как можно меньше Твоей жизни Потому что Если оно войдет много Не важно Как тебя зовут Оно запарализует тебя Оно превращается В комплексы Внутри тебя Оно превращается В тормозы Внутри тебя Оно превращается На гальмувание Внутри тебя Оно превратится В голос Внутри тебя Оно превратится В проблем В твоей жизни И ты не сможешь Перешкодить Перешкодить Радиоприемник Ужас Жах Не пускаю тебя Я отказываюсь Я відмовляюсь В имя Иисуса Что в тебе в руках Книга Книга Если эта книга Будет у тебя Не будет ограничений Ты будешь Разумным Во всем Но чтобы эта книга Жила в тебе Живи по ней Держись за ней Тримайся за ней Иисус Новин Иисус Новин Мои инструкции Настолько действующие Настолько действующие Что я не буду тебя Безпокою Что я не буду тебя Турбувати Когда был Моисей Я сам с ним ходил Но ты, Мой Иисус Новин Ты не увидишь Мое облако Ты не увидишь Столбу больше Ты не увидишь Столб больше Потому что Эта книга Потому что Ця книга Заменяет И огненные столбы И облако ночью Когда эта книга У тебя Тебе не нужны Столбы больше Тебе не нужны Облако больше Тебе не нужна Хмара Потому что Все это Потому что Все это Он находится в книге, когда был Моисей. У него книги не было. Он еще просто говорил, что у тебя уже есть книга. И держись этой книги. Церковь Божия мы сможем достичь того, что Бог нам поручил, нам обещал. Как церковь, как семья, каждый в отдельности, в твоем призвании, в твоем предназначении, в твоем вхождении с Богом, в церкви, в городе, в стране, на любом уровне, на будь-якому уровне. Потому что Бог, который нам обещал, Он верный. Давайте мы все встанем. Подними свои руки к Богу. Подними свой голос. Подними свои руки к Богу. Подними свой голос. Подговори с Богом. Он твой Бог. Он твой отец. Он сотворил тебя. Он любит тебя. Он призвал тебя. Ты Его. Он знает тебя. Он запланировал много. Он запланувал много по отношению к тебе. По отношению к тебе. Да ты много из этого. А ты много из этого. Уже ты испортил, но поздно не бывает вернуться к Богу. Повернутися до Бога, Боже, я здесь, я тут, я снова строю, я готов досягать все твои планы, все твое призвание, твое предназначение, твое покликание. Я здесь, я в строю Дух Святой, используй меня, двигайся через меня, мои руки твои, мои глаза твои, мои уши твои, мой ум твой, во имя Иисуса, я принимаю ум Христовый, в Божьем подходе, в полном послушании, в полном послушании. Я буду с шага, с уровня на уровень, во имя Иисуса, я принимаю решения, все уровни, все уровни, где я давно стою, давно сижу, я осознанно принимаю решения уходить, и уйти, и подняться, и подниматься выше, и идти дальше, во имя Иисуса. Боже, мы как церковь, Боже, мы как церковь, принимаем решения, двигаться дальше, двигаться выше, двигаться выше, двигаться выше, двигаться выше, как команда, на все сто, во имя Иисуса. Не только в Киеве, не только в Киеве, по всей Украине, по всему миру, по всему святу, во имя Иисуса, мы как Украина, принимаем решения, двигаться дальше, двигаться выше, двигаться выше, досягати больше, досягати больше, во имя Иисуса. Спасибо, Иисус! Мы благо дарим Тебя, Господь! Мы благо дарим Тебя, Господь! Славься, Иисус! Славься, Иисус! Славься, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Славься, 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 Иисус! Аллилуйя, Иисус! Славься, Иисус! Славь царя Бог воскреси! Славь царя Винчевы! Славь царя Виннере в них све! Аллилуйя Винчевы! Славь царя Бог воскреси! Славь царя Виннере в них све! Аллилуйя Винчевы! Господь! Мы говорим да! Каждый из нас! Каждая семья! Каждая церковь победа! Каждае служение в церкви! Мы говорим да! Мы говорим так! На повное исполнение! На повное выполнение! Шаг за шагом! Крок за кроком! Твоих планов! Для Киева! Для Киева! Для Украины! Для Восточной Европы! Для Східной Европы! Для нашего поколения! На земном шаге! На земной кулі! Мы отказываемся! Мы відмовляемся! Остаться там, где мы! Залишаться там, где мы! В жизни! В жизни! В служении! В служении! В бизнесе! В бизнесе! В работе! У достижения! У досягнення! Во влияние! У вплив! Мы отказываемся! Мы відмовляемся! Мы соглашаемся! И мы погоджуемся! З тобою! З тобою! Подняться! Підняться! С уровень на уровень! С рівня на рівень! С шага на шаг! С кроку на крок! Чтобы прославить Твое имя! Чтобы прославить Твое имя! Во имя Иисуса! И весь народ скажет! Откорение! Откорение! Субтитры создавал DimaTorzok